Привет, дорогие друзья! С вами снова я, Анна Сочина. Вы можете обвинить меня в том, что я как-то предвзято отношусь к Польше и Прибалтике, часто прохожусь по ним в своих выпусках. Но, во-первых, республики эти регулярно откалывают такие номера, что как тут пройдешь мимо. А во-вторых, в свете белорусских событий есть что обсудить. Потому что, как бы местные власти не уверяли, что никоим образом не посягают на суверенитет Белоруссии, факты говорят об обратном. Читаю я на днях новость. Депутат Европарламента от Польши Яцек Сарюш-Вольский на экстренных слушаниях по ситуации в Белоруссии поднял важнейший вопрос. Давайте говорить Тихановска, а не Тихановская на польский манер давайте будем произносить. Потому что, когда иностранцы говорят Тихановская, поясняет он, то произносят фамилию на русский манер и таким образом признают, что Республика Беларусь входит в сферу интересов России. Ну, а должна, видимо, входить в сферу интересов Польши. Да, если Запад лепит из себя нового лидера протеста, придется стать глиной. Скажет быть не Тихановская, а Тихановска, будешь. Скажет быть не Сочиная, а Сочинске, будешь. Понятно, что я не стала бы уделять внимания этой новости, если бы за лингвистической ширмой не скрывались более серьезные намерения Польши в отношении соседней страны. Вот, например, Томаш Сомер, главный редактор еженедельника «Найвысший час», пишет в Твиттере. Совершенно очевидно, что в случае распада Беларуси Гродно должно отойти к Польше. Партия «Право и справедливость» правящий это знает, но боится сказать вслух. Ну, подумаешь, сказал какой-то там редактор. Однако, друзья, голос Томаши Сомера не звучит в одиночестве. Многие представители польской элиты разделяют его мысль, только не озвучивают вслух. Для продвижения своих интересов в Беларуси поляки используют другие методы. Так, объединение профсоюзов Польши «Солидарность» по уровню влияния, находящееся, пожалуй, выше любой парламентской партии, отправило в Республику Беларусь гуманитарную помощь в виде нескольких десятков тонн продуктов, которые могут пригодиться на рабочих местах во время забастовки. Также с их помощью и при поддержке правительства Польши был создан фонд «Солидарность с Беларусью», собравший на помощь протестующим уже 1 миллион злотых, то есть более 700 тысяч белорусских рублей или, если на русские деньги, то более 20 миллионов рублей, о чем нам с радостью сообщает белорусское отделение «Радио Свободы». Казалось бы, не так много, но ведь денежный поток льется в Республику Беларусь не только от «Солидарности» и не только из Польши. Например, статичный комитет «Беларуськалия» на днях объявил, что помощь зарубежных фондов и Евросоюза бастующим рабочим составит 35 миллионов евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в то же время заявляет, что Евросоюз выделит 53 миллиона евро для поддержки Беларуси «в это трудное время». Самой же Беларуси на те же самые нужды бастующих удалось собрать только 2 миллиона евро, так что не белорусам определять теперь политику своей страны. Присоединяюсь к авторам телеграм-канала «Темник». Правительства прибалтийских стран и Польши практически ежедневно объявляют о выделении все новых средств на развитие гражданского общества, независимые СМИ, обучение психологов, оказание правовой помощи пострадавшим и так далее. Суммы скромные – по нескольку десятков сотен тысяч евро. Но если слить все эти ручейки воедино, получится вполне солидная инвестиция в развитие сценария смены власти в Республике Беларусь. Но помимо прямых денежных вливаний, за которые белорусам, конечно, еще придется платить, Польша и Литва используют и другие методы. Особенно высоко из штанов выпрыгивает Литва. Именно там сейчас лепится белорусский Хуан Гуайдо женского пола. Там из «слабой женщины», как назвала себя сама Тихановская, создается «сильный лидер». Хотя тут я соглашусь с нашим коллегой Арменом Гаспаряном. Сильный лидер должен обладать харизмой, который я учитающей по бумажке Тихановской хоть убей не вижу. Так или иначе, Литва приняла у себя Тихановскую. Литва накатала самый длинный санкционный список с более чем 130 фамилиями белорусских чиновников. Литва организовывает на своей территории массовые митинги в поддержку белорусов. Путь свободы, цепь солидарности выстроилась от Вильнюса до границы с Белоруссией. В воскресенье вечером почти 50 тысяч человек в Литве взялись за руки, образовав живую цепь от Вильнюса до находящейся у границы с Белоруссией деревни Медененкай, чтобы выразить поддержку белорусам, которые борются за демократические перемены в своей стране. Протяженность цепи во время акции «Путь свободы» составляет 32 километра. Интересный момент в связи с этой вот цепью в 32 километра подметили авторы телеграм-канала Орда. У меня с цифрами не очень, а они посчитали. Согласно оценкам воскресной пати в Минске, в ней приняли участие от 20 до 150 тысяч человек, то есть если по-среднему 85 тысяч граждан. В Белоруссии всего живет 9,5 миллионов человек, в 3,5 раза больше, чем в Литве. То есть 50 тысяч сочувствующих в Литве — это эквивалент 175 тысяч в Белоруссии. Иными словами, литовцы сочувствуют белорусам активнее, чем сами белорусы сочувствуют себе. Я, кстати, не перестаю удивляться менталитету поляков и прибалтов. Такая, знаете, стойкая ассоциация с мелкой моськой, которая бросается под ноги, хочет укусить, но смелости не хватает, поэтому только тявкает. Объясню почему, процитировав сообщение Минобороны Республики Беларусь. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажа вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия. Над этой новостью активно смеются, в том числе насмешливые посты на эту тему я вижу у некоторых российских авторов, а на Википедии уже даже появилась статья «Гелевая война». Но сама смешного ничего не вижу. Запускать шары с символикой БЧБ, абсолютно антигосударственной, зато весьма близкой по духу Польше и Литве, когда в воздух поднимаются белорусские вертолеты, смеяться «Ха-ха, армия против наших воздушных шариков!» Мне кто-нибудь скажет, что конкретно тут смешного? На самом деле смешны здесь только имперские амбиции Польши и Литвы, которые в мечтах уже делят Гродно и другие приграничные территории. А если не делят, то требуют хотя бы усадить их за стол переговоров наравне с Россией, Германией и Францией. В этом отношении очень показательно и интересно интервью бывшего главы МИД Польши, а затем и Министерства обороны Республики Радославом Сикорским. Называется оно так «Кризис в Беларуси подтвердил силу Польши». Ох, нигде в статье не приводятся аргументы в пользу этого заголовка, но да ладно. Главная мысль, которую развивает Сикорский, звучит так. «Если бы у Польши были нормальные дипломатические отношения с Россией, она могла бы быть переговорщиком между Россией и Западом о том, как позволить Беларуси превратиться из диктатуры в демократию, которая не ущемляет чьи-либо интересы. Польша должна быть в центре ситуации, а сейчас дела обстоят не так». Как бы соседи по этажу замутили вечеринку, а того и 105-й, который все время сверлит и шумит после 11-ти, не позвали. И вот в нормандской четверке, встречающейся по Донбассу, Польши нет. В нынешних переговорах тоже ее не предвидится, хотя, казалось бы, кто как не ближайший сосед должен присутствовать. Видимо, аппетиты поляков в отношении лакомых белорусских кусочков очевидны Берлину, Парижу и Брюсселю. Да и все более консервативная политика Анджея Дуды в их сердцах, скажем так, не откликается. Однако все это не означает, что Польшу и Прибалтику надо списать со счетов. Как неосторожно отмечает в интервью сам Сикорский, говоря о роли Литвы в конфликте, иногда небольшие страны используются для разведки поля боя. Это цитата. А используют эти небольшие страны Соединенные Штаты, если верить бывшему главе Минобороны МИД Польши. Именно на территории Литвы сейчас проходят встречи госпожи Тихановской с американскими чиновниками высшего уровня. Странно только, что Сикорский не проводит параллели и не понимает, что Польшу точно так же, как и Литву, науськивают, точно так же используют в антироссийских интересах. Но нет, Польша у нас гегемон, а Литва так, пешка в руках белого дома. Что мы имеем в итоге? Дешевые провокации вроде тех, что с воздушными шарами, объемные денежные вливания в Белоруссию, митинги в поддержку протестующих, открытие новых фондов НКО внутри самой Белоруссии, поддержка таких блогеров, как НЕХТА или НЕКСТА, я не знаю, как его правильно. И тут я снова процитирую Сикорского. Я доволен тем, что один из основных телеграммеров НЕХТА приехал в Польшу учиться по программе Эразмус. Белорусский дом в Варшаве был основан еще в наше время тогдашним Министерством иностранных дел. Польской идеей, лично моей, было создать Европейский фонд за демократию. И я знаю, что он тоже участвует в событиях в Белоруссии. Ой, Европейский фонд за демократию – это отдельный разговор. Уж если он участвует, пиши пропало. Кто-то спросит, а чем мы отличаемся от Польши с Литвой? Россия ведь тоже годами спонсировала Белоруссию. Но, друзья, существует большая разница между сотрудничеством на уровне правительств и накачиванием деньгами и воздушными шарами оппозиции. На государственном уровне Республика Беларусь вон с британскими морпехами совместные учения проводят и как бы ничего. Но лепить на своей территории белорусского гуайдо и накачивать баблом протестующих, бастующих – это неофициальный уровень. Кроме того, отвечая на возможный вопрос о роли Москвы, напомню, что Россия и Белоруссия вообще-то союзное государство. И что-то я не припомню, чтобы Лукашенко заключал подобный союз с Польшей или Литвой. До свидания.